Новоуральские исследователи впервые прокомментировали гибель двух человек в результате взрыва гранаты, произошедшую в минувшую субботу в этом городе. Определен тип взорвавшегося боеприпаса, установлена личность погибших людей уточненных возраст. Напомню, трагедия произошла поздним вечером, 24 апреля, в квартире на втором этаже четырехэтажного дома по адресу Садовая 33 в Новоуральске. Как стало известно, в жилом помещении взорвалась ручная наступательная граната РГД-5. Взорвалась, предположительно, в руке 39-летнего Виктора Глазырина. Взрывом мужчине оторвала кисть, а осколки попали в грудь и в живот. Второй жертвой взрыва стала 18-летняя Анастасия Мерзаева. Девушка получила осколочное ранение в голову. Конструкция дома повреждений не получила. Осколки гранаты посекли мебель и штукатурку, а также выбили окна в комнате. По факту причинения смерти по неосторожности двум лицам, возбуждено уголовное дело, в ходе которого предстоит ответить на вопрос, как боевая граната попала в квартиру и про каких обстоятельствах она была взорвана. О погибших известны только самые общие факты. Виктор Глазырин, 39-летний житель Новоуральска, многие годы занимался сетевым маркетингом. Продавал косметику Amway. Тагильское сетевое СМИ Перец, правда, пишет, что тот торговал энергетическими напитками. Возможно, такой вывод был сделан вот по этой фотографии. Виктор был женат, воспитывал сына. Однако на страницах ни супруги Виктора, ни его собственной ВКонтакте и в Одноклассниках ни одной совместной семейной фотографии нам найти не удалось. Возможно, супруги находились в разводе официальном или фактическом. Во всяком случае, по неухоженности той квартиры, где Виктор погиб, можно сделать предположение, что это не было семейное жилье, а скорее съемное. Да и потом, каким неудачливым нужно быть продавцом, чтобы даже не сменить старые рассохшиеся деревянные рамы в окнах квартиры. Погибшая 18-летняя Анастасия Мерзаева в 2019 году закончила 9 классов 49-й средней науральской школы. Пошла ли она в 10-й или поступила в колледж, нам неизвестно. Как неизвестно и то, что ее связывало с Виктором Глазыриным. Сыщики называют их отношения просто знакомством, а также предполагают, что девушка с мужчиной в этой квартире пили пиво. Подруги погибшие просто отказываются понимать, что могло связывать Анастасию с Виктором, кроме цвета волос. Поскольку прямых очевидцев трагедии в живых не осталось, ответ на этот вопрос сыщики попытаются найти, опрашивая родных и близких погибших, а также изучая их мессенджеры и соцсети. На сегодняшний день, как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на руководителя следственного отдела СКР по Новоуральску Егора Порошина, сведения о том, что мужчина мог иметь отношение к каким-либо террористическим или экстремистским организациям, не найдено. В числе прочих отрабатывается версия передачи Виктору гранаты кем-то из родственников, участвовавших в боевых действиях. По словам Порошина, в рамках уголовного дела назначены все необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая.